друзья всех приветствую на торговой сессии вторника мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш канал амаркет оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями не забывайте ставить лайки также в описании к этому брифингу вы сможете найти ссылку на наш официальный telegram канал амаркет с большим количеством торговых идей каждый пост можно комментировать оставлять обратную связь фидбэк пользуйтесь этим друзья если есть какие-то рекомендации пожелания дайте нам об этом знать обязательно все скорректируем подправим так как нужно вам потому что мы добиваемся того чтобы вас контент полностью устраивал ну что ж начнем с американского доллара индекс американской валюты 92 13 сейчас котировки и снижаемся третий день подряд в пятницу когда была опубликована статистика по состоянию американского рынка труда 1 реакция долларов предполагала рост но когда все-таки трейдеры с головой ушли в анализ макроэкономических данных и на фоне роста количество новых рабочих мест все-таки сделали больше акцент на прирост и уровня безработицы увидели больше даже негатива в том что сейчас складывается в рамках данного сектора потому что анализ структуры именно доли экономически активного населения все это вызывает по-прежнему столько же вопросов относительно того почему же сектор не восстанавливается так быстро как хотелось бы на фоне прогресса скажем других секторах американской экономики ну есть то что есть тем более что если мы вспомним о совсем уж последние комментарии представители фрс и прежде всего джерома паула мы помним что был была дана сдержанная оценка сдержанный оптимизм тому как будет прогрессировать американский рынок труда поэтому друзья у вас не должно быть вопросов к тому почему а фрс а проводит чуть ли не самую агрессивную по стимулам сейчас монетарную политику и почему американский регулятор пока что не так уж и активно думает о о повышении процентных ставок и сокращение программы количественного смягчения в эту среду выйдут протоколы то есть фактически уже завтра протоколы последнего заседания американского регулятора я не думаю что они внесут какую-то серьезную лепту именно формирование рыночных настроений но это тоже хороший фон хороший фундамента будет интересно посмотреть на в целом позицию голосующих членов американского регулятора касательно возможных изменений сбегая вперед могу предположить что после завтрашних протоколов мы скорее всего продолжим работать с идеей того что мягкая экономическая политика в сша это на долго я давно рекомендую шортить индекс американского доллара сделать из этой идеи долгосрочную идею много раз говорил то что в арсенале каждого трейдера должна быть сделка по доллару очень рассчитываю на то что всех моих доводов аргументов ранее было вам достаточно чтобы вы приняли для себя какую-то сторону и открыли на сделку в определенном направлении хочется верить то что это направление совпадает с моим видением рынка вчера на вебинаре который параллельно также еще на был стримом в нашем телеграм-канале я рассказывал о той дорожной карты потенциальных изменений именно моей позиции по доллару которые могут произойти я сейчас сфокусирован жду с нетерпением симпозиум джексон холли и если на нем паул все-таки анонсирует изменение денежной критной политики то уже сентября может быть и изменю свои отношения касательно будущего доллара но до сентября фактически два месяца я буду тотально шортить доллар и не представляю что может случиться чтобы за эти два месяца я ни с того ни с сего изменил свою позицию золото друзья 1798 и на фоне последнего восстановления которое мы видим по рынку драгоценного металла я связываю его со снижением доходность облигаций сегодня кстати после дня независимости рынки будут более живыми на них вернуться все те трейдеры которые отдыхали инвесторы тоже я ожидаю все таки что доходности трежериса в конце концов уйдут ниже отметки 14 это придаст дополнительный плюс роста для котировок золота долгое время искал оптимальную точку входа могу сейчас ошибаться то есть я думаю что те из вас кто золото продается сейчас прям начнут критиковать что текущий рост это лишь локальное восстановление дальше пойдем еще ниже вполне возможно друзья но я опираюсь на фундаментальный фон я вижу сейчас все-таки растущие инфляционные ожидания я вижу интерес со стороны институционалов к золоту и я параллельно смотрю на динамику американских трейджерис поэтому у меня взгляд всегда был в отношении рынка драгоценных металлов и золото вверх только лишь искал точку входа сейчас вот небольшим объемом начинаем золото выкупать нефть 77 48 здесь продолжаем расти обновляем максимумы за много лет друзья и рукой подать до 80 долларов за баррель вчера собственно после того как стало очевидно что заседание опек основа отложено в этот раз и в офис на неопределенный срок я купил нефти и жду уже 80 долларов за баррель комедийная ситуация единственное что требовалось от опек это собраться и обсудить то как будут меняться уровни нефтедобыча даже с этой задачей они не справились четверг пятница выходные и по сути понедельника нету решения никак не могут прийти к компромиссу относительно того на сколько же поднять уровень нефтедобычи а поскольку друзья нет сделки нет фактического решения по росту нефтепроизводства даже нету сейчас следующей даты на которую мы бы ориентировались потому когда стоит ждать продолжение переговоров значит нет риска который ранее присутствовал на рынке что страны опек могут увеличить добычу существеннее чем растет спрос и тем самым изменит этот баланс в сторону перепроизводства и это по идее расценивалось в качестве негативного фактора раз нет негатива я предлагаю его не искать и положиться на то что на рынке сохранится дефицит и сохранится вот эта тенденция восстановления спроса 80 долларов за баррель уже не за горами остальные идеи остаются точно такими же фондовые рынки с н п нас дак все это мы снова покупаем и в принципе и сын пи новый исторический максимум нас дак 14 1688 пунктов тоже исторический хайдоу джонса подбирается к этим рекордным отметкам евростокса 4077 пунктов друзья к этому уровню евростокс приклеился несколько недель назад и вот мы ждем когда же пройдет вот этот толчок с этого значения и когда мы будем наблюдать рост скоро потому что а та статистика по европейскому рынку который публикуется она накапливает вот этот вот колоссальный интерес вчерашний индекс активности сфере услуга ведущих экономик валютного блока еврозоны максимальное значение за много и много лет фактически по еврозоне сфера услуг скакнула до 58 3 с 58 индекс настроения сэнтикса также 29 8 роста с 28 1 тоже рекордное значение за много лет это статистика этот фон который обладает таким аккумулирующим эффектом поэтому рекомендую присмотреться к лангам по евростоксу евро против доллара здесь сдержанный оптимизм пока присутствует но он до цели 1 18 мы еще не добили остается 70 пунктов и друзья вполне реально что мы ее сделаем пока что не хочется выкупать евро хотя на долгосрок я понимаю то что евро точно будет расти но вот может быть из-за порядка такой трейдерской спекулятивной жадности еще хочется добить до отметки 1 18 тем более что параллельно для вас анализирую рыночные настроения которые указывают на то что перевес окажется за покупательными значит пойдем против толпы фунт против доллара вот здесь ситуация изменилась здесь уже даже краткосрочные видится больше длинные позиции вчера борис джонсон сообщил о том что 19 июля ранняя дата которая запланирована для полного снятия карантинных ограничений я допускал что скорее всего ограничения не снимут из-за того что великобритании число заболевших новым штамм дельта за последнюю неделю на 67 процентов выросла по сравнению с минувшей неделе но это не стало причиной из-за которой борис джонсон решил бы перенести сроки полного полной отмены локдауна 19 июля англия будет освобождена от всех ограничений фунт на этом воспринял духом еще статистика по сфере услуг помогла ну и соответственно все верят в коллективный иммунитет великобритании 86 процентов взрослого населения получили как минимум одну вакцину на этом фоне все сейчас ставит на то что следующей целью тире сопротивлением будет значение 1 40 я думаю что туда мы и идем ну фунт пока уже трогать я не буду друзья на этом собственно все хорошие торговой сессии всем пока